Музыка Ну вы можете представить, кто вы? Нет. Почему? Ну что, в государственном институте люди работают, которые не хотят представляться, что это за... Я почему вам должна отвечать? Здравствуйте, а вы кто? Преставьтесь, пожалуйста. Я почему вам должна отвечать? Потому что вы находитесь в государственном институте, понимаете? А я журналист. Вы не журналисты. У нас научный и северский институт. У нас жареный здесь не пахнет. Причем где жареный? Я даю вам вопрос. Представьте, кто вы. На каком основании у вас должна отвечать? Ну, потому что вы находитесь в государственном институте. Я нахожусь в помещении. Да, простите. Да. Я узнаю. Я знаю. Да, хорошо. А где у вас есть пресс-центр или руководство, куда я могу? Так, что вы хотите? У нас научно-исследовательский институт. Правильно. У нас идет рабочий момент. Государственный. По какой причине вы пришли? Зачем вы сюда пришли? Что вы хотите узнать? Представьте, кто вы, чтобы я вам отвечал на вопросы. А вы к причему? Вот. Я представляю себя, вы кто? Я же не знаю, кто вы. Да мне не надо приглашать. И мы вас тоже не хотим отвечать. То же самое. Ну так, зачем вы нам задаете, если вы не хотите отвечать? Если вам что-то интересное, пожалуйста, вы идите там ждите, если вы что-то знаете больше, чем мы. Мы ничего не знаем. У нас рабочий момент. У нас рабочий момент. Я сейчас, как вы видели, я пришла с грядки. Я убираю. Так убирайте, что вы тогда разговариваете со мной? Я сама не хочу со мной. Я к вам дежурный обращаюсь. Вы здесь на проходной стоите или что вы здесь делаете? Почему выходите в дежурный? Я не знаю, что журналистов не пускают. Встречи все готовы. Прессу видеть не хотят. Может попробуем перелезть через турникет или снизу тут пролезть. Скажите, пожалуйста, как нам попасть на территорию? А кто запрещает прессу пускать? Скажите, пожалуйста. У вас есть ответ на вопрос? Да, кто вас снимает. Да. Кто сказал вам не пускать прессу? Нарушение закона Украины. Вы кричите сейчас. Придут начальники. Так как не кричать, если я уже здесь давно стою? Я одну минуту. Кому ждать? Идите, придите, скажите. О, смотрите, какие члены избирательной комиссии здесь. Особо принципиальные. Да, прячутся за столбиком. Особо принципиальные члены Таверской избирательной комиссии. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, вот это вот аккредитованные, те, которые... Это не наши требования. Это требования радикальной партии. Вот мне сказали, вот эти корреспонденты хотят менять. Вас здесь нет. У радикальной партии есть только свои ручные журналисты? Почему ручные журналисты? Вы что-то просто сказали. Вы смотрите, журналисты, которые принимают участь у Захода. Это чей список? От радикальной партии. Кто его заверял? Мне спрашиваете? Ну, вы же принесли его. Ну, я же не радикальная партия. Ну, а где вы его взяли, этот список? Список это руководство дало. Кто? Фамилию назовите. Ну, я просто хочу знать. Вот вы принесли сейчас список, никем не подписанный. Откуда я знаю... Ну, я показываю вам список, который... А что, он должен быть подписан? Ну, конечно. Я не знаю, хотя бы подписка, какая посадовая особа не хочет видеть других в прессу. Вас тут нет? Нет. Вопрос закрыт. Хорошо? В чем закрыт? Ну, как видим, радикальная партия имеет ручные журналистов, которых задают, видать, только удобные вопросы. Да, и даже члены избирательной комиссии Таировской им подходят, а свободная пресса им не подходит. Сегодня 8 августа 2018 года мы находимся у порога Института Венгододарства и Венодельства имени Таирова в поселке городского типа Таирова, Ведёпольский район. Как нам сказали, сегодня должна быть проходить встреча с народным депутатом Олегом Лешко. Мы попытались на проходной что-то узнать, ничего не отвечают, пропускать не хотят, никакой открытости, никакой, все время, институт, как всегда, в институте до сих пор осталась советская власть, по всей видимости, отвечать на вопросы не хотят. Ну, подождем, если депутат подеет, может быть, когда с ним как-то удастся зайти туда. А что вы не пускаете меня в государственный институт? Потому что вы не заявлены. Ну так давайте мы заявимся, напишите. Вы заявлены? Вы кто? Да, я заявлены. Кем? Пожалуйста, пейте все коррекции. Я тоже здесь живу. Пожалуйста, вы живите в Венгодии. Вы ведете в них коррекции себя, да. Вы ведете в Венгодии. А это что, Венгодийский район? Это не Украина? А? Это не Украина? Скажите, пожалуйста. Пожалуйста, пускай люди пройдут. Здравствуйте, а нас не пускают, видишь? Почему? Не знаю, говорят, что мы... Мы не заявлены. А мы можем пройти? Ну а чего? Это должно согласовать. С кем? С кем? С нами согласовывать. Мы же подавали списки, ребята не могли приехать вчера, но приехали сегодня. Вы не подали списки, пожалуйста. Только не со мной. Не пускать этого. Ну видите, я не угодно здесь. А, так с этого надо будет... Мы не угодно. Потому что он не под... В списках его нету. Избирательные заказания. Мне подали списки, в списках там его нет. Меня нет, меня не пустят. Нас снимает... Не прорвайтесь, пожалуйста. Ведите себя корректно. Член Таировской избирательной комиссии. Член. Пожалуйста. Пропустите, вы за остальных... Пройдите в сторону. Если вам скажут пройти, пройдите. Пожалуйста, не мешайте. Мы никому не мешаем. Вы мешайте. Кому? Вы заслонили дорогу, вы хотели пройти дальше, люди. Пока никто не идет. Пока никто не идет. Пожалуйста. Вот, завгост Людмила Ивановна Бессараб. Не Бессараб, а Бессараб. Да. Бессараб. Людмила Ивановна Бессараб. Привет. Доброго дня. Светаю вас. Спасибо. О, видите, в первый раз у тебя даруют и мене и караваи. Для школы. Ласково просим. Спасибо. Супер. Дайте попробую эту красу. Супер. Спасибо. Пойдем. Пойдем. Радую вас. Бачите. Пойдем. Значит, план какой? Может, люди в Санкарабе, может быть, нам вручить? Да, да, звичайно. А потом пойдем. Да, да, да. Добрый день, люди. Добрый день. Добрый день. Ради вас бачить. Пойдемте на встречу. Добрый день. Вас приглашали, выйдите, пожалуйста. Нам сказали, что мы... Никто вам не говорил. Нам никто не сказал. Выйдите, пожалуйста. Не полкайтесь. Выйдите, пожалуйста. Не подсадьте проблемы. Не надо, там, где их нет, не зас routes. Не надо. Не надо. Как видите, народный депутат Олег Лешко не хочет общаться с местной прессой, ему нужна только пресса по спискам, которые аккредитованы по каким-то видам и которые только могут задавать удобные вопросы. Ну что ж, мы все засняли с места событий журналист Роман Варчениц и Андрей Глопчик.